Всем привет, это Джинго и мы в Краснодаре, на стадионе моего родного КубГУ. А герой сегодняшнего выпуска прошел через школу Краснодара, забил в премьер-лиге в пребютном матче и играл в Лиге Чемпионов. Дамы и господа, Леон Сабуа. Два года назад я делал этому парню видеонарезку с его моментами игровыми. И тогда он только тренировался в первой команде Краснодара и мечтал о дебюте в премьер-лиге. А сейчас перед вами футболист, который и забивал в премьер-лиге, и играл в Лиге Чемпионов против Челси и Севильи. Брат, я очень рад, что такие истории в нашей жизни случаются. Только вперед. Но со мной не будет проще, чем Челси и Севильи. Предлагаю пробить три штрафных, три удара слету из-за спины и три с накатом. Все, штрафных шансов нет. Поехали. А голкипером сегодня станет мой давний друг и этот человек, который был моим тренером. Эду. Можно просто Эду. Если выиграет Леон, то я делаю ему новую видеонарезку. А если выиграю я, я получу эту маечку от ФК Краснодар. Посмотрим, будет интересно. Что, ты готов? Я первый убил? Да. Эду готов. Ай, Эду, ты был ближе. Брат, неплохо. Я тоже посними. Оператор Няк, родни сегодня. Эду по старой дружбе, брат. Пошел к Рештиану. Понятно, пока, Джо. 1-0, Джо. Как дела? Как дела? Блестяще. Не просто так же тренируются. Просто мячи плохие. Леон в Академии Краснодара такими тренируется. Поэтому, ки эмо. Ха-ха, хорошая шутка. Ну, знаешь, не так стыдно проиграть подсу, который в премьер-лиге забивал. И лиги чемпионов играл. Но я не уйду без костей в банке, так и знайте. Давай, Джон, верим, один гол нужен по-любому. Ой, ну да. Ты обещал, что я сделал. Ты обещал, ты выполнил. Итак, Леон, давай переместимся в 17 октября 2020 года. 23-й Леон Сабо играет рядовой матч в ПНЛ против РТШ, а уже на следующей неделе выйдет против Спартака в премьер-лиге и забьет. Скажи, ты готовился к этому, знал, может, что выйдешь? Или это все произошло спонтанно? Нет, это все произошло спонтанно. Мы прилетели после игры, а также, как обычно, готовился к следующему туру в ПНЛ. И в течение недели сказали, что я тренируюсь по списанию основной команды. Ну, думал, там взяли из-за того, что, может быть, игроков не хватает, или просто там, как бы, чуть, чтобы я прогрессировал. Но на игру точно не готовился. Я думал, я потренируюсь и вернусь в свою команду. Главный тренер уже за день до игры говорит, как бы ты, скорее всего, будешь заявки на игру говорить, как бы, ну, и, может быть, даже дебютируешь. И вот так я буквально за день до игры узнал, что я буду заявки на игру. Какой же это кайф. Много времени протратил, чтобы ответить на все поздравления? Честно сказать, я пришел домой, у меня телефон еще выключен. Глубо, что я уже примерно предполагал, что там он взрывается. Не хотел его включать, пока не приду домой. Пришел где-то, ну, часа два точно потратил. Сначала ватсапить сообщение, 200 звонки в инстаграме вообще еще больше было. Ну, часа два-три точно потратил, чтобы всем ответить. Никого не обидеть. И дальше будут удары слетом из-за спины. Не хочет майку отдавать вообще ни в какую. Тащи Эду. Это был мой шанс. Отсюда просто очень по-детски, я не знаю. Ты ходишь дальше же? Давай. Сам молодейный парень. Готов? Да. Ой-ой-ой. Ну, брат, без шанса. Хорош, хорош. Эду, спасибо, брат. Получается 3-1 после первого, после второго челенида, да? Не хочешь? 4-1. 4? Ты 3 из 3 забыл, что-то? После блестящего дебюта в премьер-лиге, ты дебютировал в Лиге Чемпионов. И вот на фоне того колорита, который ты испытал в дебюте в премьер-лиге, то сразу в Лиге Чемпионов. Скажи, ты как-то почувствовал разницу или для тебя это все как сплошной сон был? Ну, если честно, предвкушение игры я как бы создавал, да, там, Лига Чемпионов и так далее. Я, наверное, тогда еще не понимал, насколько это прекрасно, потому что я, вот как только начал футбол заниматься, первый мой матч, который вообще подстрел свою жизнь, это была Лига Чемпионов. А тут я и как бы, знаешь, то выхода на поле вот после игры, что было, ну, как бы не испытывал таких особенных чувств, но был в предвкушении, ждал этого. Но когда вышел на поле, сыграл против таких игроков, за которыми я каждую неделю сажусь дома у телевизора, чтобы подстрелить игру, а тут я сам выхожу играть с ними. Но это было потрясающе, я не знаю, даже эти чувства не описать. Против, кстати, как раз-таки против победителей Лиги Чемпионов, да, Дмитришел? Да, кстати. Против Челси. И они выиграли Лигу Чемпионов. А какой первый матч спасает Лига Чемпионов? МЮ в Челси как раз. Финал Лиги Чемпионов. Финал 2008 год? Да. В Москве, кстати бог. Так, кайф. Ни в какую не хочется отдавать майку, но попробуем попытать удачу с накатом. Ай, бля, ну все. Я подарил мальвунические шансы на победу. Только ноготипка. Не тому учили. После третьего челленджа Леон ведет 5-2. После матча с Челси ты играешь с Ахматом, потом с Севильей, а потом тебя снова отправляют в ФНЛ и ты играешь там до сих пор. Как-то сказалось это на твоем эмоциональном состоянии или ты начал так же в фоновом режиме работать? Нет, если честно, нисколько не сказалось, потому что я прекрасно понимал, с чем связано такое мое скорейшее появление в главной команде. Конечно, они рассчитывают, надеются, ждут и дали такой шанс, застой большое спасибо. Но я понимал, что там из-за травм, из-за ковида выпали основные футболисты основной команды. И нам дали такой шанс. И чтобы туда закрепиться, попасть уже на постоянную основу, то, что я вышел и выходил, как бы да, это хорошо. Но я понимал, что мне надо еще больше работать, мне надо еще больше получить опыта в ФНЛ. И как бы после этого, чтобы я пришел уже таким игроком, чтобы я мог приносить уже огромную пользу основной команде. А не так, что меня там взяли, молодого игрока там вышел и так далее. Нет, вообще нисколько. Наоборот, это меня еще больше смотивировало, чтобы я в ФНЛ еще больше работал над собой, больше забивал и стремился к главной команде, как игрок основного состава. Это здорово, что ты так считаешь, потому что, ну, есть истории, где молодые игроки не выдерживали этого давления, искали себе новые команды, но ты правильно все, правильное решение принял, правильно все сделал. Лео, ты наверняка смотрел большое интервью Галицкого, слышал, наверное, что сказал тебе о Эдике и Спиртиане. И потом, когда спрашивают, как же они с Валентией и Севилий упустили это преимущество. Я вообще не понял, как мы им забили, когда у нас там выходил Сабо на фланг Спиртиан. Они не должны играть в команде, которая борется за чемпионство. Как ты воспринял эти слова? Они для тебя послужили мотивацией или ты огорчился, построился? Нет, нисколько не огорчился. Я очень правильно понял, что имел в виду Сергей Николаевич. Он хотел, чтобы, наоборот, посмотрел это видео, все больше была мотивация для того, чтобы молодые игроки, в частности я, больше тренировались, больше росли, прогрессировали, чтобы попасть туда. После этого нисколько не было так, что он чем-то недоволен и так далее. Нет, только мотивация и какие вообще могут быть обиды и так далее, когда президент, когда весь Курт дает такие возможности развиваться молодым игрокам. Сколько делать для молодых, для городов разных, в частности для нас, школа, тренировки, потом послешкольное время, молодежная команда Кроссстар 2, это все развитие. Я уже не говорю про то, что дали возможность поиграть в Мерлиге, в Лиге Чемпионов. Поэтому никаких обид, наоборот, только большое спасибо, большое уважение к этому человеку великому, только так. Ну да, украинский респект. А сейчас будет пьяный пеналь. Паш, любимый пьяный пеналь. Ты считаешь? Да. Да. Раз. Девять. Девять. Десять. Хорош, хорош, Леон. Ты был близок, брат. Поехали. Раз. Два. Три. Семь. Четыре. Десять. Пошел, Джон, пошел, пошел, пошел. Хорош. Это все потому, что ты медленно крутился специально. Ну что же, Леон оказался сильнее. Поздравляю, брат. Свои 20 лет. Этот человек свои 20 лет дебютировал в Лиге Чемпионов, осуществил мечты миллионов мальчишек по всему миру. Не говорят о гигагринских земляках. Я думаю, сейчас, именно в этот момент, ты лучший футболист Абхазии. И мы все в тебя верим. Мы все надеемся, что ты дорастешь до пика своего. Спасибо, брат. Спасибо. Брат, несмотря на то, что я сегодня выиграл тебя в такой борьбе тяжелой, эту майку я тебе хочу от души подарить. Спасибо, брат. Честно говоря, читалось. Почему у вас первый номер? Если честно, когда нас заявляли первый раз в молодежную команду, мы не выбирали номера. Какой попадется рандомно, то есть такой у тебя и будет. И мы вот все сидели, знаешь, и думали, хоть бы не какой-то 59-й. Какой-нибудь хороший там, я не знаю. И мне попался, на мой взгляд, очень даже хороший номер. 8, бесконечность. 1, номер 1. Номер 1 футболист Абхазии, кстати. 8 плюс 1, 9. Не ограничимся, брат. Да, хорошо, брат. Россия, мира. А в твоей идеальной команде, какой у тебя будет номер? 50-й, конечно. Одинный респект, Эдуардо. Спасибо, брат. Ты такой же сильный, как был в полности. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok